Друзья, приветствую вас! В этом видео я покажу, как оценивать основные параметры и за какими настройками нужно следить в роботе Wall Street Bot. Для тех, кто только что установил робота, самое главное следить за уровнями просадки, уровнем маржи и количеством ордеров в каждой валютной паре, в каждой стратегии. На желтом роботе Wall Street Bot количество ордеров должно быть не более 6 в каждой отдельной системе или стратегии. Система и стратегия это одно и то же. Здесь мы видим стратегия, а здесь мы видим система. Это одни и те же показатели. Например, сейчас открыта пара EURGPI. Смотрим. У меня в системе 1 открыто 3 ордера по другим системам по нулям. Это говорит о том, что у нас в данном случае робот, если количество ордеров менее 6, работает на часовом графике H1. То есть открытие ордеров 1 раз в час. Если здесь в любой из системе будет количество ордеров более 6, например 7, то автоматически переключится таймфрейм, режим на D1, открытие ордеров 1 раз в день. Хелпер переключает таймфрейм в соответствии с заданными параметрами, но иногда хелпер не срабатывает. Количество ордеров может при этом увеличиться. Если, например, у вас стоит в какой-то по системе более 6 ордеров, например 7 и режим часовой H1, то могут открыться и другие ордера. Поэтому за этим надо следить, что если не более 6 ордеров, то часовой режим H1 включен. Если 7 ордер на какой-то паре открылся по какой-то стратегии, то у вас включается режим D1. Должен быть включен или вы включаете его вручную. То есть первое, зачем мы смотрим, это количество открытых ордеров в каждой валютной паре, в каждой стратегии. Чтобы быстро посмотреть количество открытых ордеров, вы можете на первой паре посмотреть это в индикаторе экспосуры. И сейчас вы видите, у меня 4 валютные пары здесь открытые и общее количество ордеров. Например, перейдем на другого робота и посмотрим экспосуры на другом роботе. Вы заходите на первую валютную пару и смотрите, видите большую цифру, например 14. Переходите на эту пару и смотрите. Первая система стратегия 6 ордеров. Режим H1, все правильно. Система открытых ордеров 6, H1, все правильно. И система открытых ордеров 2. То есть общее количество ордеров будет 14. Но по каждой валютной паре открытые не более 6 ордеров. Поэтому часовой режим H1. Все верно. И в экспосуры вы можете посмотреть, если количество ордеров 18 или там больше количество ордеров. Вы переходите также на эту валютную пару, смотрите, по каждой системе должно быть открыто не более 6 ордеров. Тогда таймфрейм H1. Если больше, то режим должен быть включен D1. Второй показатель, на который мы смотрим, это просадка. Просадка не должна превышать 10-20%. В данном случае просадка 0. Это идеальная просадка вообще для торговли. Но просадка связана также с уровнем падения моржи. Если вот этот ползунок вниз прокрутим, на вкладке торговля мы видим самую последнюю строчку уровень показатель моржи. Когда просадка повышается, уровень моржи падает. Если просадка поднимается более 18%, и вы видите тенденцию, что она еще больше повышается. То есть, например, график идет от линии закрытия ордеров. Take profit – это красная пунктирная линия. И график от него уходит дальше, дальше, дальше. Или наоборот вниз. Take profit – вверху. А график уходит вниз. Дальше, дальше, дальше. Это значит, что просадка будет увеличиваться, а уровень моржи будет падать. Поэтому на этой валютной паре, где это происходит, открываем, нажимаем вот этот смайлик. Вот так, если вы его нажмете, у вас выпадают настройки. Переходите на вкладку «Общие» и отключаете вот эту кнопочку. Отжимаете галочку «Разрешить советнику торговать». Вы выключили на этой паре автоторговлю, чтобы ордера не открывались. Дальше заходим в входные параметры, и вот здесь есть просадка в процентах для остановки. Выделяете, меняете вот эту цифру на 0. То есть просадку выставляете на 0, нажимаете «Ок». Все, сделано. Я это не буду делать, потому что у меня сейчас все нормально, робот торгует нормально, поэтому просадка 5. «Ок», нажали. Таким образом, вы выключили автоторговлю на этой валютной паре, выставили просадку на 0 и отслеживаете дальше уровень маржи. Поэтому третий важный показатель, который нужно отслеживать для успешной торговли, сохранения при умножении вашего депозита, находится внизу вкладка торговли, нижняя строчка, уровень маржи, индикатор. Это самый ключевой индикатор, на который нужно обращать внимание. Потому что, если уровень маржи дошел до 1000%, и вы видите, идет тенденция к еще большему понижению. Вы, например, видите, что уже опускается к 800%, на уровне 800%. Вам нужно выполнить следующее действие. Либо доливать депозит. Рекомендуется доливать, например, 50%, 70%. Идеальное долитие 100% депозит. Либо закрыть несколько тянущих ордеров. Вручную закрыть. Как их закрывать, это уже в другом видео. При этом, как я сказала, автоторговля должна быть выключена. Далее мы дожидаемся благоприятной ситуации на рынке Форекс, когда все ордера закроются. Затем снова нажимаем на смайлик. Входим, разрешаем советнику торговать. Отжимаем эту кнопочку. Подтверждаем ОК. Дальше просадку выставляем снова на 5. ОК. То есть мы включили, когда все ордера закрылись, которые тянули в просадку. У вас будет стоять 0-0-0. Это значит, что все ордера закрылись. И вы можете снова включить автоторговлю, выставить просадку для того, чтобы робот начал открывать новые ордера. Что происходит, когда мы доливаем депозит? При доливе депозита просадка уменьшается, а маржа увеличивается. Когда все ордера закрылись, 0-0-0 везде по системе, на тянущей паре, вы можете вывести деньги с депозита или оставить их торговать. Но если этого не сделать, то примерно при 400% маржи брокер закроет все сделки в принудительном режиме, в принудительном порядке. И вы уйдете в минус. Поэтому нам этого не нужно. Это бывает крайне редко. Поэтому мы следим за работой робота и предпринимаем действия для приумножения депозита. Просто отслеживайте эти параметры, которые я рассказала. Еще одна рекомендация. Каждую пятницу в 22-23 часа по московскому времени и нажимаем кнопку автоторговля выключить. Это нужно для того, чтобы в это время, когда уже закрывается валютный рынок, новые ордера не открывались. Они понижают уровень маржи. Нам не нужно понижать уровень маржи. Поэтому каждую пятницу в 22-23 часа мы выключаем автоторговлю. Ордера не открываются. Но уже в воскресенье в любое время вы должны отжать эту кнопочку «Включить автоторговлю». Для того, чтобы при работе валютного рынка робот начал открывать вам новые ордера. Держите эти показатели под контролем и ваша торговля всегда будет успешной.